Так, пожалуйста, Кашина Татьяна Владимировна, Вологодская область. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Вологодская область приветствует всех коллег и поздравляет с профессиональным праздником. У нас в Вологодской области работа с людьми пожилого возраста, инвалидами, направлена на то, чтобы максимально оказать всю необходимую помощь человеку дома. Для этого мы применяем множество различных стационарозамещающих технологий, например, школа ухода, приемная семья для пожилого человека, услуги сиделки и другие. А в этом году мы еще при поддержке фонда президентских грантов совместно с благотворительным фондом «Старость в радость» начали проект «Право жить дома». Для того, чтобы оказать помощь людям, которые не хотят переезжать в дома престарелых и в психоневрологические интернаты. И мы видим, что работая в этом проекте, мы видим, что помощь действительно людям это необходимо. И в дальнейшем мы планируем наш приобретенный сейчас опыт распространить на всю Вологодскую область. И как только во всей стране начнет действовать система долговременного ухода. Мы, конечно же, выражаем вам огромную признательность за то, что вы поддерживаете такие социальные проекты, как система долговременного ухода. И предоставляете денежные гранты на их реализацию. Так, например, мы, не являясь пилотным проектом, благодаря гранту уже смогли начать работу в данном направлении. Мы, конечно, смотрим на коллег, которые в пилоте уже с 2017 года, как мы тоже знаем по вашему поручению. И, конечно, наблюдаем за этим проектом. Было сначала 6 пилотных регионов, теперь уже 24. И, конечно, мы тоже инициативно стали внедрять у себя эту систему, не дожидаясь пилота у себя и вкладывая свои региональные средства. Конечно, мы опираемся на опыт наших коллег и знаем уже, что больше, чем 100 тысяч человек уже смогли получить действенную помощь на дому. Возможность получать все необходимые услуги у себя дома. И родственники, и люди, которые о них заботятся, тоже получили необходимую поддержку и помощь. Но мы знаем, что таких людей в нашей стране миллионы, кому еще нужна такая помощь. И мы тоже, насколько знаем, сейчас в стране решается вопрос с финансированием такой системы. И тоже было это ваше поручение проработать механизм финансирования. И, конечно, мы все ждем вот этого решения. Какой же будет источник финансирования? Потому что в 2022 году, как мы понимаем, во всех регионах нашей страны будет внедряться система долговременного ухода. И, конечно, хочется сказать, Владимир Владимирович, мы все очень надеемся, что благодаря новым подходам, стационарозамещающим технологиям, внедрению долговременного ухода, мы сможем сделать жизнь наших людей лучше. Татьяна Владимировна, вопрос, которым Вы занимаетесь, чрезвычайно важен. Но не мне Вам говорить об этом. Вы занимаетесь этим с душой и профессионально. Мы с Вами прекрасно отдаём себе отчёт в том, что для людей пожилого возраста, требующих особого внимания, людей с инвалидностью, конечно, очень важно, и я сказал это в своём вступительном слове, очень важно иметь возможность оставаться дома, в привычной среде, среди своих близких. В то же время мы прекрасно понимаем, что уход за такими людьми, которым требуется поддержка со стороны, это такой значительный серьёзный труд, в том числе и со стороны близких, у которых возникают в этой связи значительные подчас ограничения, связанные с осуществлением трудовой деятельности и так далее. Поэтому вот эта работа, связанная со стационарно-замещающими технологиями, чрезвычайно важна. Это не только в нашей стране, это развивается практически, если не во всём мире, то очень во многих странах. И долгосрочная система ухода чрезвычайно важна. Её нужно совершенствовать. Именно поэтому у нас было шесть, сейчас 24 таких центра. И действительно, в 2022 году система таких центров должна покрыть всю территорию Российской Федерации. Минтруд правительства определяет источники для того, чтобы поддержать этот вид деятельности, социальной поддержки. И мы будем обязательно это делать. В самое ближайшее время определимся и уверен, что те планы, о которых было сказано, а именно создать систему по всей территории Российской Федерации в 2022 году, эта задача будет решена. Но что касается технических вопросов, в том числе связанных с источниками финансирования, мы, безусловно, это определим в самое ближайшее время. Вам спасибо большое. Спасибо.